друзья мои приветствую вас на своем канале продолжаем наше путешествие владивосток питер вот тут вот мы остановились город тосно спереди нас ожидает это уже ленинградская область и поэтому давайте продолжим кто на канал не подписан напоминаю подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем желаю приятного просмотра поехали также не забываем про тайм-коды про плейлист на канале ну вот собственно и все о чем хотел начать так едем дальше так ну давай вот обычно начало всегда вот конец всегда вот так вот происходит нам нам нужно сейчас проехать прямо да вот сюда вот нужно по-моему если я не ошибаюсь дам тебя ща будет город тосно тосно это такое ну и относительно небольшой город но это будет самый крупный наверное населенный пункт перед питером последний самый крупный населенный пункт перед питером который мы посмотрим с вами так давайте сначала хотя бы глянем правильно ли мы едем то бывало такое что и проезжали мимо да да едем мы правильно поэтому давайте сейчас посмотрим вот собственно вот так вот у нас путешествие получается точнее уже получилось как бы единственное что надо сделать это проверить везде ли правильно стоят нумерация потому что я вот до 50 серии уже сделал правильную нумерация после 50 нам идет неправильная нумерация немножко сбилась так что надо будет это поправить посмотрим посмотрим сейчас мы сейчас посмотрим а когда когда полностью все путешествие закончим наш так и вот табличка даже не табличка вот такая вот стелла тосно тосно футбольный клуб толстно помните играл т.п. строим колокольню вот собите чем сможете строим колокольню вот да был такой футбольный клуб толстно он играл в первой лиге так вот толстно уже щас начинается у сейчас начнется буквально вот она уже и ввязи с тем что финансовые трудности возникли у клуба клуб закрылся как многое как со со многими это бывает канул скажем так в летом сейчас я не знаю настоящий момент есть футбольный клуб или как бы уже нет какая-то какая-то речка наверно было река тосно река так вот эта фигня выскакивает река тос тосно 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 а тосно река тосно ну вот такие вот наши любимые домики как вы можете наблюдать а в общем то все как вы любите так можем тут чуть-чуть проехать ну этот прям такой домик блин достаточно большой смотрите три этажа он точно на одних хозяев я имею ввиду вот тоже неплохой домик того он поменьше но он достаточно хороший таким с балкончиком а что вышел такой копеек можно чаек попить вполне посидеть понаблюдать ну а тут уже вот сейчас пойдут такие многоэтажки многоэтажки а давайте-ка вот здесь чуть-чуть поездим посмотрим на тосно такой небольшой городок понятно что даже его мы весь не посмотрим ну какую-то часть обязательно увидим с вами у нас в принципе время еще есть на это вот честно скажу как бы сегодня думал не записывать ролик оставить на завтра оставить на завтра ну что то завтра еще и монтировать надо будет да и других дел еще куча все таки я думаю что лучше запишем сегодня завтра уже займусь друг другими делами вот такие большие балконы таки длинные лоджии называются лоджии обычно в них по два окна очень редко когда одно окно на все на все такую лоджию бывает таки бывает в основном как правило два окна универмах универмах ну вот магнит косметик ну все так в целом уютненько он даже цветочки растут посажены Да, понятно, что это все вполне можно внести. Это повесили, а вполне могут многие это все просто прохожие идет, оборвать. Но зачем это делать? Это как бы делается красиво было. Оборвать любой сможет. А вот такую вот красоту навести уже нет. Так, давайте переедем в ту часть, там посмотрим, что нам предлагают. Вот такая опять огромная-огромная башня. Я думаю, с ней прям весь город как на ладони будет виден. Вполне так. Ну и виадук. Тут прям целая огромная-огромная сортировочная станция. Смотрите, сколько тут рельсов этих. Да, кто-то сколько тут путей. Продолжение следует. так ворот мы не проехали нет это не проехали сейчас будет поворот немножко повернем вот давайте вот сюда проедем посмотрим тоже такие вот такие вот домики идут частные довольно неплохие так вам обратила внимание тут такие прям очень высокий высокие дома такие строят двух трехэтажные причем спокойно прям как обыденность ненависть конечно вот такие вот да ну достаточно часто попадаются и довольно высокие дома какие мы наблюдали в начале да и тут тоже попадаются так это хлам уже знает вот она речка река тостно и вот такой вот мост катающиеся необычный 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 так давайте еще вот так чуть-чуть проедем повернем смотрите все цветет май вроде бы как бы но это не север как далеко не север это скажем так граница где наступает начинается белая ночь практически границы то есть вот но все же мое смотрите еще уже 200 такие прям достаточно комфортно я бы не сказал что про климат отличается очень сильно нет я не беру в расчет там допустим южные регионы да там конечно вот это все раньше происходит примут от регионов чуть-чуть посеверней не сказал что отличаются ну как бы ладно так давайте смотреть как нам как нам тут проехать так проехать то тут нам наверное не получится но давайте ладно попробуем пока попробуем показать чуть-чуть вниз спуститься и потом посмотрим вот тоже домик на это нет ну как бы не то что не трехэтажный как и трехэтажный вполне вполне себе вот три этажа даже он четвертый крышу чердачный люди люди делают а так вполне вон 33 этажа дом вполне 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 себе нормально так 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 вот такая вот колонка люди воду набирают тебе да да много таких вот красивых вот еще одна колоночка пожалуйста набрать попить воды это вот то что по небольшой балкончик но опять же вот видите три этажа до третий этаж такой чердачный или как у него называют мансардный но все равно это третий этаж он есть фактически его тоже можно задействовать в полезной площади дома так подождите нам а вот сюда нам давайте сюда поедем поезда приходит даже еще и пассажирские думал только такая тут станция грузовая но видимо нет от питера до питера недалеко рядом фактически я думаю что отсюда все едут за покупками не в москву а в питер это вполне вполне достаточно зачем вам москва если вас питер под боком да понятно что и москва есть москва ну так как бы нам тут разгрузиться блин сюда мы зря наверно поехали давайте тогда сейчас я вот сюда сейчас мы через пути пройдем и сразу же переместимся вот сюда до сейчас выйдем на основную дорогу это будет на следующем повороте и поедем уже дальше ну вот уже пошли такие многоэтажки не все-таки конечно отличается климат понятно даже вот это северо-запад даже вот от центральных областей это черноземья равно отличается немного но отличается ну не так резко как бы это отличалось бы где нибудь в сибири а мне немножко по-другому так ну есть вот такие вот домики тоже большие но относительно большие для этого города так до питера тут прям совсем совсем чуть-чуть прям буквально рядом вот его проедем ну сначала еще посмотрим фотографии какие-нибудь достопримечательности а потом уже поедем дальше так заезжаем мы на мост вот это тоже все город тосно давайте тогда пока до конца вот так вот доедем какой-то жилой комплекс смотрите переменные тажности да так вот переменные тажности дома да Так. Ну вот, понемногу, понемногу выезжаем. Выезжаем. Тут, кстати, можно, можно вот тут проехать, немножко посмотреть. Как все выглядит. Ну, выглядит все вот так вот. Собственно. Ничего такого особенного. Так, какая жарко становится. И не становится, она и есть жарко. Точнее, даже не жарко, а душно. Вот. Ну, еще более-менее терпимо. Более-менее терпимо. Но это у меня окно открыто постоянно. Ну, вот тоже хороший дом. Ну, тут, и так полагаю, ворота раздвижные. Да. Ну, вот, блин, машинка, конечно, места маловато. Вот тут вот. Машинка заехала, и она еще не может ехать. И до гаража до дома уже впритык, и тут закрыть не может ворота. Вот, к сожалению, вот тут такая вот ошибка. Ну, а здесь, смотрите, здесь прямо... А, это уже другой... Нет, подождите, это... А, это уже другой дом. Или как? В общем, вот этот гараж он... Или нет? Ну, ладно, но это уже как бы неважно. Ну, тоже здесь можно проехать. Ничего себе. Ничего себе. Вот так вот. А, блин, опять эти поют декада под окнами. Так. Я хочу выехать вот сюда. Вот. Так, сейчас еще будем смотреть фотографии. Тут наверняка... Это будет так. Интересное, но я надеюсь... А там, кто его знает? нет выезжаем да выезжаем из города Толстон но сначала так давайте сначала глянем сколько Колпино 27 Пушкин город Пушкин 29 Санкт-Петербург 53 километра ну прям вообще рядышком как бы казалось бы но не забываем нам еще по нему ехать очень скоро ладно давайте смотреть Тосно давайте смотреть сначала общие общие фотографии так вот оно выглядит все ну и давайте теперь немножко по отдельности храм иконы Божьей Матери давайте посмотрим нельзя повернуть нельзя повернуть блин насколько же душно мне буквально все плечи вся шея мокрая честно ой настоящий если настоящий это вообще смотрите как вы понял это видите специальная кормушка такая висит птица подлетает и клюет ну тут конечно не будет столько фотографий ну конечно все не будем смотреть на вы только храм казанской иконы божьей матерью посмотрим вот это конечно безобразие ужасное ну кто прочитал если кто не прочитал нажмите на паузу можете прочитать как бы не буду это вслух читать матрица по голубей очень-очень из тут много а вот так вот смотрите еще раз вот так вот 16 16 год выглядит вот так вот уже 21 типа идет такая вот полномасштабная реставрация то есть более свежая карта когда более такое прям все красивое вот начали на реставрацию то есть постепенно постепенно и и делают им занимаются так что поставить на современных в современной реалии он уже выглядит вполне себе нормально так то есть ницкий дворец культуры и дети тут что-то рисуют милом 33 голубий ребенок такой среди голубей были если эти голуби в кучу соберутся и ребенку не поздоровится между прочим у смотрите сколько ну требует смотреть какие голуби смотрят так еще требует чтобы им дали еды самая популярная птица у нас в наших ротах да не только наш вообще центральной части очень в россии едны из самых популярных такие голуби в любых в любых принципе широтах и потому что всегда они такие полу домашние то есть они вот ты будешь сидеть они будут рядом с тобой ходить прыгать особенности дачу ты им даешь выпрашивать но все равно есть такая стада налетит такое стадо мало не покажется вот смотрите даже из руки едят вообще ручные даже едят из рук смотрите сколько голубей такие вручные практически так фестиваль военно-патриотической песни вера и верность то есть ницкий краеведческий музей да это посмотрим это обязательно глянем это обязательно посмотрим спать на печи называется русская печь да да вот такой вот музей вот такой вот музей так давайте тогда еще посмотрим вот эту часть вот здесь в основном частный сектор здесь такого ничего особого нету в основном тут один частный сектор вот в этой части поэтому здесь не так много всего балашовская балашовская пустошь гостиница наверное или что это дать гостиница такая небольшая гостинка вполне себе ничего нормально вот ну и наверно тут больше такого ничего и нету вот еще то есть низкий политехнический техникум но здесь только вот две фотографии а стоит курит он были на сколько там как ему лет да вообще лет 15-16 максимум а и дымит хотя чего удивляться мы такие же были в его возрасте я не говорю за всех не говорю чистот на себя так база отдыха какая-то идет больше ничего здравия районная библиотека тоже есть пару фотографий ну и режим работы понедельник вторник среда четверг пятница с 10 до 20 воскресенье с 11 до 18 суббота выходной день а вот воскресенье библиотека работает правда сокращенный день правда день сокращенный так дальше едем продвигаемся но пока вот ничего такого больше нету как бы вот ну да тут немного не очень высшее бывшее общежитие завода строй деталь есть ли фотографии вот это мы в бывшее общежитие а сейчас типа сделали на квартиры возможно может быть блин не сижу мне вся шея мокрая ну ладно так в принципе наверное все больше как бы нету ничего то это заправки больше как бы ничего и тут ноута и нету так сейчас будет еще ульяновка посмотрим ее но это мы давайте вот так вот вернемся на трассу на нашу дорогу вот сейчас продолжим но прежде рекомендую на канал вписаться поставить лайк и написать интересный комментарий вот и что не видим дальше едем дальше вот собственно вот так я буду скоро опять границы регионов я напоминаю что санкт-петербург это не относится к ленинградской области это отдельный субъект поэтому как то так так же как и москва московской области москва это москва это отдельный отдельный пар ипостась так скажем за назовем ее да совсем совсем мы уже близко подъехали так сейчас будет нет не сейчас сейчас на чуть-чуть будет поворотик я думаю есть смысл заехать в ульяновку немножко посмотреть вот ну а дальше будем смотреть как там ехать лучше так гатчина кировск так ну вам нужно поворачивать а нет подождите рано мы повернули поэтому прошу прощения едем едем дальше едем опять дальше не в том месте мы повернули там будет другой поворот да там будет другой поворот так и вот табличка санкт-петербург 30 километров вообще реально рядышком в принципе мы можем и до него доехать но вот такой вот опять виадук нам показывают да собственно как бы и через что и давайте поедем блин или нет давайте-ка сейчас гляну как лук как лучше проехать как лучше будет проехать нам сейчас сначала чуть чуть дальше ульяновка вот она уже началась ну скорее всего не знаю где не деревня или не деревня ульяновка сейчас посмотрим село уточные деревни село давайте глянем вообще как лучше ехать в принципе что можно через ульяновку проехать никольская и ну и повернуть уже непосредственно из ленинградской области в санкт-петербург вот как как бы почему бы нет ну это опять же займет хоть расстояние но давайте ладно проедем через эту ульяновку уже кстати что это чтобы знать поселок ульяновка это поселок давайте тогда прошмыгнем прошмыгнем немножко через нее блин что же так душно то прям очень душно поселок ульяновка да честь ульяна ульянова ну ленина назвали хотя может и нет ну скорее всего да как бы как бы ленинградская область вы сами понимаете откуда это все было ну как вот так и ну вот такой вот вот такой вот поселок немножко можно туда проехать будет а тут тупик ну мы немножко вот так вот делаем чтобы так вот так наверно можно было проехать различные магазины магниты армата у дома у нас есть тут вот такие вот бараки а куда же без них пятерочки магниты пятерочки и все такое прочее так так давайте здесь проедем немножко вокруг удачусь так ну давай давай карта прям это не хочет ехать немножко замедлил замедлилась от чего то что-то мы застряли прямо в этом месте как держит музей до интерактивный музея его нету здесь болото какие-то ладно ладно сейчас посмотрим так а ладно давайте мнение не сюда так елки-палки все-таки развернул меня давайте так уже сделаем раз уж он не хочет нет просто нет 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... посмотрим потом фотографии и уже и уже продолжим дальше так вот речка на это речка у нас прекрасно и толстно так и давайте посмотрим фотографии будет ли тут что да будет конечно ульяновка во первых поселок городского типа сейчас одну секундочку пожалуйста небольшая пауза была возвращаемся смотрите какие корни у дерева м м м м м м м м м ну и давайте сейчас несколько интересных объектов посмотрим самые такие вот театральный кукольный центр паблина так но это в принципе особо ничего вот давайте посмотрим еще интерактивный мой интерактивный музей паровоза павла чилина музей паровоза павла чилина а вот мы поэтому его и не увидели вот она как выглядит паровозе так сам саблинское кладбище так это саблина или все таки я такая не понял что это может быть да ладно тогда давайте саблинский водопад глянем несколько сразу какой красивый опять немножко видео затянется но это стоит посмотреть вот и сразу же еще один саблинский водопад тут еще больше фотографий хотя может и нет и и и и и так ну и конечно же саблинские пещеры давайте посмотрим саблинские пещеры рук мамонт такие ну естественно не настоящие понятное дело давно вымерли вот как-то так ну и что ну и что возвращаемся опять вот на это место на река как нам лучше нам на а мы наоборот мы 100 с той стороны ехали вот вот в это вот месте остановимся и уже продолжим следующей серии так что не забываем подписываться ставить лайк и писать интересный комментарий всем приятного просмотра увидимся всем удачи всем пока